Добрый вечер! Вы смотрите программу «Без посредников». Я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня в качестве эксперта мы в очередной раз пригласили в нашу студию депутата Петрозаводского городского совета Дмитрия Эдуардовича Макеева. Добрый вечер! Здравствуйте! Ну что, Дмитрий Эдуардович, со всеми прошедшими праздниками и так далее в первую очередь, и наших телезрителей в том числе, и я сразу хочу поблагодарить всех тех, кто смотрит нашу программу. Мы вот тут ее выкладывали на один из сайтов Петрозаводских, очень много просмотров, есть отзывы, ну отзывы самые разные. Большое спасибо на самом деле за то, что вы смотрите, поддерживаете и критикуете нас. Я думаю, Дмитрий Эдуардович со мной полностью согласен. Конечно, конечно. Раз так все идет, дальше оно так и будет. Будем продолжать. Новый год наступил. На удивление, январь-начало 2012 года мы встретили очень спокойно, очень ровно, без особых потрясений происшествий. На политическом небосклоне затишье. Но оно и понятно, 10 дней отдыха. Итак, Дмитрий Эдуардович, первое, что предлагаю обсудить. На ваш взгляд, чего нам сейчас ждать на политическом небосклоне Петрозаводска? Будут ли у нас какие-то в ближайшие несколько месяцев изменения? Будет ли Петрозаводский городской совет что-то кардинально менять или какие-то законопроекты новые придумывать? Ну, касаемые города. Я думаю, что ничего глобального у нас не будет. С точки зрения всяких слухов, сплетней, что там могут снять губернатора. Но это всегда муссировалось и будет муссироваться. Я думаю, что если что-то и может возникнуть, хотя это уже у меня сомнения, то это после президентских выборов все. Вот эти движения будут. А с точки зрения города вообще будет все спокойно и ровно. Никаких тут супер незаконопроектов, хотя это даже решение Гурсовета серьезно быть не может. Все равно мы в федеральном законодательстве и в своем болоте тут можем чавкать только. Глобальных изменений тоже не будет. Вообще все изменения и политические, и городские хозяйства, они возможны только при наличии денег. А если денег как было, столько есть. Это стабильно у нас очень хорошо. Поэтому как жили, так и жить будем. Вот все как было, три года, четыре назад, два, будет так же. Вот по-любому. С одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Начинаем вариться в собственном соку. Соответственно, никаких изменений нет, то как-то и жизнь она вяло будет идти. С другой стороны стабильность тоже залог успеха. То есть вот такая палка в двух концах, дилемма. Но почему я задал вопрос о изменениях каких-то кардинальных? В интернет-сообществе все больше и больше говорят о том, что мэра нашего могут сделать так изменения, внести в устав Петрозаводска, что мэра будут назначать, а не избирать. Имеет ли это право на жизнь вообще? Конечно, имеет. И это право на жизнь. Но это надо изменить устав и со следующего назначения или до конца срока мэр должен доработать. В любом случае. Почему не может и не быть? Хотя, с другой стороны, для меня так выбор они не нужны. Ну что опять город баламутить, эти избирательные компании, эти комиссии, куча народу ходит, бумага опять все закидает. Принципиально, если все равно решение формируется до. Ведь фактически все, то что Левин будет избран, он же пришел, в конце концов, фактически без борьбы. Когда утряслось все с Алихановым, то он заходил, все знали итог выбора. Так же, как президента Путина. Что вы выбирать-то? Назначили бы сейчас, да не баламутили. 15 миллиардов, наверное, на камеры было сейчас, как говорят, да, товарищи федеральные. И еще миллиарды тратить не нужно. Все равно ясно он изберется. Может быть и не нужно этого. Ну вот смотрите, если такую перспективу увидеть, что мэра в будущем будут назначать, вам не кажется, что это будет такая своеобразная королева Англии? То есть у нас есть мэр, но формально, да, но практически от него подпись поставить где-то на уже решенных каких-то вопросах. Нет, ну в любом случае основные решения, ну и как и бюджетные, так и программные решают, принимает решение Гурсовет. А с точки зрения будет эффективно, я думаю, наличие назначенного мэра даст плотную связку с республикой. Губернатор будет отвечать. Так кто назначил, тот и отвечает. Ведь это будет по выдвижению губернатора, согласованный Гурсоветом, там по уставу, как будет прописано. Но в любом случае это несогласованная фигура быть не может, да. Так если это Единая Россия, то оригинальный политсовет 100% утверждает, вплоть до федерального центра. И здесь, соответственно, что плохо, значит, принимай меры губернатора. Сегодня он не может принять меры, сказать, не нравится мне Левин, увольняю. Ну естественно. Могу только рекомендовать, да, еще и обострить для себя, там, уволить не могу, но тут, ну что такое. Поэтому вот таких противостояний, скажем так, бюджетных было бы меньше, если была бы ответственность. Ну а если брать нашу ситуацию, ну сегодня, конечно, у нас Координационный совет с Алиханом принимает решение. Его команда пришла, он победил. Ну тут, я думаю, что ему и не Левин, и не губернатор, не указ, но так. А мне интересно, есть ли аналоги вот таких Координационных советов по России? А это ведь Координационный, в принципе, это формальный орган. Это фактически решения же горсоветовские. Это и фракции. Ну а если он, там, Давляд Алиханов занял лидирующую позицию и в партии, и на выборах победил, и привел группу людей, так ночью, святое дело ему и править. Ну, с одной стороны, может быть и хорошо, с другой стороны, я пока вот для города каких-то изменений кардинальных не вижу, да, то есть хуже-то вот не становится, о чем говорим, да, все ровно как-то идет. Да все в деньги, все в деньги. Все в деньги, да. Не надо даже думать, что будет лучше, вот сейчас начнут лучше чистить за 2 рубля и будут чистить за 2 рубля. А то, что там, если там что-то обновили, какую-то технику, но обновили, это естественно, амортизация, если там 10 лет не обновляли, значит, да, купить новую. А вообще эта техника такого интенсивного служения, она вообще должна 3 года списываться. Это не пополнение парка, это просто поддержание численности. А что мы видим с экранов телевизора, на самом деле, да, когда купили новую технику, прорекламировали, и на людей ощущение складывается, что у нас должно быть много этой техники уже, да, а город... Это же хорошо, положительные эмоции, надо же людям что-то, надежду дать, надежда должна умереть последней. Да, очередную порцию макарон на уши, замечательно. Но что, а что мы видим реально? У нас не было столько времени снега сейчас, да, в январе вот он только выпал. И тем не менее, казалось бы, все городские службы, которые отвечают за уборку территорий, в том числе и управляющие компании, да, которые обслуживают дома, должны быть готовы к этому стихийному, скажем так, бедствию. Снег выпал нежданно-негаданно в январе. И что мы видим? 30% дворов вот сейчас, да, официальная информация, да, из администрации, не убрана. Мы каждый год об этом говорим. Ну, бардак, он продолжается. Значит, ну тут, если, во-первых, надо разделить городские общие дороги и проезды, это город чистит, это одна ситуация, ну, более-менее, я скажу еще. Потому что на самом деле снега не было, реально-то снега не было, такого, чтобы по колено выпало, чтобы мы тут встали, этого нет. А дворовые территории, они убираются за деньги жителей. Так жители не убрали, жители должны убирать. Потому что смысл, или сам выйди с лопатой, или заплати управляющей компании. А конкурс управляющей компании так провели, что 3 копейки с квадратным метром на уборку снега. Поднимите свой договор, там написано. А если вы платите дворнику полторы тысячи рублей в месяц ниже прожиточного имения, какая уборка? Только ногами походить, притоптать до тропинки. Это все ведь сидит уже в тарифе, и проблема это вот в этом. Конечно, сказать людям, что давайте поднимем, значит, цену на уборку, как же так, должно, а бесплатно не будет. Вот мы должны тоже это понимать. Вот в том-то и дело, что мы это не понимаем, да, ну и каждый год у нас все повторение. На кого-то сваливаем, так на себя. Читайте договор, пропишите в договоре, что у вас, когда должно быть убрано снег в 6 утра, четкий поребрик до асфальта. Ну, я надеюсь, Лариса Вячеславовна Жданова, депутат Законодательного собрания, будет продолжать разбираться с коммунальными беспричинами. Не будет она продолжать, это все до выборов. Это же был пиар-ход, вы же знаете. Ну нет, она была у нас в программе, честно сказала, нет, она продолжает свою работу, она принимает людей уже. Ну, чей счет будет это самое? А вот это мы с вами и посмотрим. Рекламироваться у вас, чтобы вести передачи регулярно, надо же, значит, чтобы там это на партийные деньги, кто это будет вести, чья задача, нет такого, все, до свидания. Так что, у нас получается тогда вот партия, да, Единая Россия, теперь все, умерла пока, да? Или, по идее, активизироваться должны выборы? Что значит партия? Партия будет работать, аппарат будет свои функции выполнять, депутаты свои там у себя на работе, пиарщики поедут дальше в другие регионы, здесь больше все не надо, ни сценариев, ни программ, ни этих денег выборных, все закончилось до следующих выборов. То есть, каждый должен выполнять свою функцию. А партия что? Это люди, кто там, врачи, учителя также, предприниматели, идите занимайтесь делом, через 4,5 года приходите. А у меня-то вообще встречное предложение такое, может быть нам выборы каждые два года или год проводить? Смотрите, больше бы обещаний было, да, больше бы исполнялось бы это все. Это только плюс, конечно, это плюс, большой плюс, это ведь и внимание народа, ведь этот момент выборный, когда депутат ходит за людьми по квартирам, готовы прийти и все сделать, а после выборов все, уже, значит, обещания закончены, тем более, если кто там что-то пообещал, там выполнил частично, значит, ну, теперь ждите следующий. Вопрос еще, который интересует, опять же, интернет-сообщество, откуда в последнее время больше черпаю информации. По одному из округов прошел депутат Петрозаводского городского совета, он стал теперь депутатом законодательно, выиграл, да, Гаврилов, будем уже говорить. До выборы будут на этом округе в Петросовет или нет? Может вообще вариант такой быть, что до выборов не будет? Да кому? Можно, вот сколько созывов в горсовете, иногда там даже 4 округа было свободно, ждали. Ну, первое, тут, во-первых, смогут ли тут вставить, хотя по закону можно ускоренно объявить, сделать с выборами президента, но с другой стороны, вроде бы, когда такие стратегические выборы, тут всякое прилеплять, туда лепить неправильно. То есть, должен президент тогда, что давайте прекращать тут. А отдельно выборы проводить, собирать комиссию, значит, избирательную участки эти, там, это опять расходы ради одного депутата, ну, как бы, я считаю, нерационально, ничего страшного не случится. То есть, в принципе, поживем, увидим, да, что будет, да, какое решение будет принято. И, опять же, возвращаясь к городским проблемам, да, у нас очень часто говорили о том, что детские сады, нехватка мест и так далее, вроде бы, как начали реконструировать на Кондопорской, да, обещали в декабре уже вроде как сдать. Я пока не слышу о том, чтобы громко запустили этот детский сад и так далее. В чем проблема, на ваш взгляд? Просто подрядчики не успевают с ремонтом или тут что-то другое? Так, все в комплексе, я считаю, что и подрядчики не успевают, ведь надо же понимать, что, один берем момент, подрядчики, если, да, Новый год у нас, прекращаются поставки, празднуют уже с 20-х числа корпоративы, вот я по строительству могу сказать, что отпуск уже материалов все переложили на после праздников, до свидания называется, и пошли мы веселиться. То есть, это есть у нас национальное такое. Ну, вот, это, если говорить о подрядчиках дальше, ведь все согласования, это ведь серьезные изменения проекта. Плюс мы еще эти всякие муниципальные заказы должны объявить, напечатать, должно это выйти, пока срок отсчитали там месяц, подача заявок. Мы такую бюрократию развели, поэтому нормально, какой в декабре? Понятно. Это нормально, сказали в декабре, но, может, не сказали, какого года. Ну, да, мост между куковкой и дремянкой, это вообще классический показатель, вообще, как у нас все делается. То есть, это норма жизни у нас. Это норма жизни, но дай бог, чтобы это все изменилось. Ничего не будет, ничего не будет, ну, нет такого. Я же говорю, мы все время получаем деньги на дороге осенью, значит, а надо делать, у нас короткий срок, с мая там по октябрь, ну, все аномально. Ну, Дмитрий Эдуардович, ну, неужели вот совсем все так у нас? А хорошо все, вот это норма, я же говорю, это норма. Ну, мы же должны стремиться-то к чему-то. Да, да. А к чему? К чему? Мечтать о лучшем, а жить в этой системе. Так и будет, так и будет. Она такая стабильная, чтобы ее развернуть и не знать, что тут должно произойти. Так а у вас, вот извините, у меня, как у депутата Петрозаводского городского совета, у жителя Петрозаводска, да, вы все это видите, во всем этом варитесь, знаете всю эту политическую систему подноготную и так далее. У вас никогда не возникало желания уехать отсюда? Нет, это моя родина, я вообще люблю свой город, Карелию, мне нравится. Да и потом мы со своим металлическим, мы же здесь сварились, что называется, вкрутую. Там мы не нужны со своей идеологией никому, со своими подходами, с непониманием нормы жизни. Это люди уже здесь приросшие, больные, можно сказать, или, может быть, наоборот, адаптированные. Так же, как иностранцы сюда не понимают, как вы тут живете вообще, что у вас тут происходит. Так же и мы там, никому не нужны и ничего не понимаем, как так может быть все ровно и правильно. Ну, что ж, я понял вашу позицию, ну, как в песне, да, поется потихонечку-помалечку, будем жить дальше, будем что-то менять, пытаться хотя бы, да, и следить за ситуацией. Хотя бы будем прогнозировать, что нам впереди ожидать, и я думаю, что телезрители нас поймут, потому что вот то, что мы с вами периодически, да, прогнозы делаем, они сбываются. Все мы люди. Хотя мы тоже можем ошибаться. Ну, что ж, я благодарю за то, что вы пришли в очередной раз к нам в студию. Прощаемся с вами ровно на неделю. Всего доброго.